Читаем текст Священного Писания, Иванлия от Марка, 11 глава, 23 стих. Иванлия от Марка, 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горесей, поднимись и вверх, здесь в море, и не усумнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Твердо верю я, жизнь моя в тебе», пели мы вначале. Самое дорогое или драгоценное, что мы имеем, это вера. Люди способны потерять или лишиться домов, машин, имущества, но ни с чем не сравнима эта потеря веры. Это то дорогое, что дал нам Господь. Различают три вида веры. Человеческая, бесовская и Божья вера. Человеческая вера. Например, мы верим, что есть континент Африка, Антарктида, эти континенты, хотя мы там, многие из нас никогда не были. Или мы верим, что завтра у меня будет тест, и я смогу сдать его с Божьей помощью. Это человеческая вера. Бесовская вера, бесы веруют и трепещут. И Божья вера, а мы читаем в Библии, имейте веру Божью. Это тот киль у корабля, который управляем. Если корабль не имеет руля или киля, он обречен на погибель. Невозможно кораблю плыть правильно, если нет руля, управления. Вот это вера, которая направляет нас в небесную страну. Вера является гарантией того, что Бог нам каждому из нас дал жизнь вечную. Верующий в Сына Божья имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но в Божьей пребывает на нем. Сегодня благодаря вере мы имеем уверенность или гарантию, что мы будем вместе с нашим Господом. Есть здесь на земле, люди предлагают дружбу высокопоставленным людям. Не каждый может предложить дружбу королю или президенту страны. Но мы являемся друзьями и детьми самого царя-царей, Господа господствующих. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьим. Мы являемся детьми Божьими, царя-царей, самого могущественного царя, который управляет всей вселенной. Вера действует в нас как закон земного притяжения или гравитации, как его правильно называют. Когда мы садимся на самолет для того, чтобы полететь в какой-то другой город или другую страну, мы, садясь, не спрашиваем, какой закон гравитации или земного притяжения. Он постоянен. Как бы ни подкинули предмет, он обязательно падает на землю. Закон земного притяжения. Также и вера, она действует постоянно, если мы доверяемся нашему Господу. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». На этой неделе у меня были сложности. Я не думал, как я разрешу эту проблему. Я обратился в молитву с Господу, поверил и Бог чудесным образом решил, всего лишь за несколько минут. Когда мы к Богу обращаемся в молитву и верим, то Бог обязательно придет нам навстречу и решает наши проблемы. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это то, что осуществляется нашей одеждой, и они должны быть реализованы в нашей жизни. Но вера нуждается в питании, подкреплении. Так же, как ребенок или человек любой, он должен питаться, чтобы жить, или ребенок для того, чтобы расти. И наша вера будет возрастать, когда будем иметь подпитку или питание из Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Наш верующий брат находился в заключении за Слово Божье. Это было очень трудное время. Голод бушевал в нашей бывшей стране, а в тюрьме тем более. И вот однажды заключенные привезли и стали выдавать по два пирожка. Выстроилась огромная очередь, этот верующий также стал с другими. И рядом поставили стол, на который положили Библию. Начальник тюрьмы говорит, кто хочет почитать эту книгу в течение двух часов, должен отказаться от этих двух пирожков. Все голодные, истощенные зэки, хотят есть страшно. Если услышали этот запах пирожков, так кушать хотят, как рассказывал этот брат. И когда выстроилась очередь, стала продвигаться, смотрит, все берут пирожки. Он поднимается на цыпочки, смотрит, заберут тут Библию или нет. И вот когда подошла очередь его, он так с жадностью схватил эту Библию, говорит, где комната? Ему показали, он прошел комнату. Ему принесли еду, он покушал, этот брат верующий. И сказал начальник тюрьмы, ты не два часа, а до утра можешь читать эту книгу. И он рассказал, я читал и плакал, и молился. Это был как родник в пустыне, где не было воды, я утолял жажду, я не мог насытиться этим Словом Божьим. И когда я читал Слово Божье, Бог молился, Господь отвечал на мою молитву, до самого утра я провел вместе с Библией. Я знал, что я утром заберут, и уже Библии у меня не будет в руках. Я хотел как можно больше взять, выучить, но время так быстро торопилось. Но когда я читал, обнаружил, что в этой Библии их 25 рублей. На то время это были большие деньги. И когда утром я должен был начальнику тюрьмы возвращать Библию, говорю, вот 25 рублей я нашел. Он говорит, это тебе принадлежат, потому что ты их нашел там, распоряжайся как хочешь. А я думал, что уже там умру и не вижу своей семью, такой истощенный, голодный был постоянно, проголодь в тюрьме, жизнь проходила. Там находился в тюрьме ларек такой, подошел к нему, в ларке, к человеку, который торгует. Я рассказал эту проблему, рассказал, как я получил эти деньги, как мне распорядиться ими. И он говорит, а ты знаешь, что вот там в углу стоит кружка, когда ты утром будешь приходить, я буду насыпать тебе горсть сахара. Ты будешь наливать воду, никто не знает, и будешь пить. И так каждое утро, рассказывает наш брат, я приходил туда, к этому киоску, брал кружку, никто не знал. Я наливал воду, а там был сахар, размешивал и его пил. И таким образом мой организм стал укрепляться. И не только я окреп, но Бог сделал чудо. Я вернулся на свободу и потом еще многие годы проповедовал Слово Божие другим. Библия, Слово Божие, это то, что питает нашу веру. Это то, что дает возможность нашей вере возрастать, подниматься все выше и выше. Вера, это первая ступенька, по которой мы поднимаемся к Господу. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Мы хотим быть ближе к нашему Господу. Но мы можем приближаться к нашему Господу, ближе, идти путем освящения и первая ступенька обязательно веры. Есть замечательное качество, любовь, терпение, благочестие, много. Но на основании Слова Божия хочу сказать, что первая жердочка этой лестницы веры. И мы читаем Слово Божие. То вы, прилагая к всему все старания, покажите первую ступеньку вере вашей, добродетели, добродетельность и рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание и терпение, терпение и благочестие, благочестие и братолюбие, а братолюбие и любовь. Но первая вера. Если нет веры, то те другие качества не будут явлены в нашей жизни. Нужно вступить, поверить, принимать верою. И очень хорошие слова в Библии, я очень люблю их. Когда-то написал Иисус Навин, много тысяч лет назад, он понял, что без Слова Божия жить невозможно. Невозможно быть благословенным, иметь благополучие и успех. Он сказал, да не отходит сия книга от уст твоих. Ну поучайся в ней день и ночь. Ну поучайся день и ночь. Добавь точности исполнять все, что в ней написано, ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Следующее. Вера на призыв Господа. Как избирательно прозвучал голос Господа к Авраму. Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу. Никто не выходил, ни отец, ни мать, никто, братья, сестры. А вот Бог сказал Авраму, ты выйди. И он поверил. И это винилось ему в праведность. И дальше Бог говорит Авраму, посмотри на небо, сосчитай звезды. Если ты сможешь их счесть, столько будет у тебя потомку. И сказал Бог это Авраму. И это вменилась ему в праведность. И когда Бог говорил Авраму, Аврам был немолод. 90 лет царе, ему 100 лет. Как он может отцом стать многих народов, когда они уже преклонны в возрасте. И написано, и поверил Господу Аврам. И он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. И сегодня мы читаем в Библии, Господь многократно обращается и говорит, я Бог Аврама, Исаака Якова, того, который поверил. Когда мы верим словам Библии, то Господь послает свои благословения, как Аврама. Он будет нас благословлять, если мы Слово Божие принимаем и реализуем в нашей жизни. Вера это следующее абсолютное доверие нашему Господу. Для веры нет никаких ограничений. Помните, в Священном Писании, когда четверо принесли расслабленного, они прокопали кровлю здания, потому что невозможно было подойти. А в Палестине считалось, что дома строились, и сбоку лестница вела на крышу. А в Палестине дома плоские, крыши покрывались хворостом, бревна где-то через метр ложили, заливали известняком. И разобрав эту крышу, полагаю, что было нетрудно собрать ее. И вот раздвигается хворост, опускает расслабленного к ногам Господа. И интересно, когда я читал Священное Писание, я заметил одну закономерность, особенность. Обычно, когда Господь обращается к больному, исцеленному, Он говорит непосредственно к Нему. Но здесь Христос в первую очередь обратился не к этому расслабленному, который много лет уже не мог двигаться, а к тем людям, которые оказались там на крыше. И Он сказал такие слова, Иисус, видя веру их там, тех людей, которые там на крыше, не тому, который здесь уже у ног Христа, а там, которые спустили на веревках расслабленного. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. На основании этого Священного Писания я хочу заключить, что Бог дал вот это обетование, чтобы мы наших детей, наших родственников, людей, которые не знают Господа, мы приносили на руках веры, как этого расслабленного, и Бог по нашей вере будет совершать и совершает чудеса. Эти люди неверующие получают спасение. Больные наши родственники, о которых мы молимся по нашей вере, Бог будет давать и дает здоровье. Видя веру их, говорит расслабленному, прощаются тебе грехи твои. Для того, чтобы быть хорошими отношениями с кем-то, люди стараются угодить, а не что-то, какие-то подарки дать, задарить человека, расположить его. Но Богу невозможно угодить нашими добрыми делами, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Он воздаст. И единственный путь спасения для того, чтобы иметь его, это вера. Когда-то Мартин Лютер приехал в Палестину и поднимался по ступенькам вверх, которые 366 ступенек. И полагали в то время католическая церковь, что нужно подняться по этим ступенькам, и получаешь прощение за каждый день. Бог прощает тебе грехи. И он когда стал подниматься, он услышал голос Божий, праведной верой уже и будет. Благодать его спаси. Но он развернулся назад, приехал в Виттенбергской церкви, написал 96 тезисов. И так с Божьей помощью зародилась протестантская церковь. И сегодня мы хотим сказать на основании Слова Божия, что спасение мы имеем не нашими делами, не нашими заслугами, но по вере. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие на вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Верующий человек делает добрые дела не для того, чтобы получить спасение. Спасение мы получаем даром, бесплатно, по вере. Но добрые дела являются средствием нашей спасенной души. Мы читаем в Библии, что мы потому говорим, всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Я жил при Балтике, в Риге, церковь Голгофы. И во время служения одна сестра обратила внимание, что у нас в церкви нет окон, а там много окон. Смотрит, проходит офицер. И регулярно, когда проходило собрание, она заметила, что проходил офицер. Она посчитала, что он возвращается со службы или на ворот на службу идет. И она стала молиться за этого совершенно незнакомого человека. Говорила, Господи, я прошу, чтобы ты обратил внимание на этого офицера. Дай, чтобы он покаялся и стал верующим. Что он пришел в дом молитвы и обратился. Я верю, что ты спасешь этого человека. Она рассказывала, молилась где-то в течение четырех месяцев совершенно за незнакомого человека. Этот офицер вошел в молитвенный дом. Дух свой коснулся, он обратился и стал верующим. По молитве верить, Бог совершает чудеса. Когда мы молимся и опираемся на обетование священного писания и говорим, Господи, здесь ты дал нам право молиться, и ты сказал, что верь тебе и получится. И ты обязательно ответишь. И Бог отвечает на такие молитвы. Для большой веры характерна настойчивость. Одна женщина, мы читаем в Библии, хананьянка, она пришла к Иисусу Христу, узнав о том, что есть в Палестине чудесный врач, который стреляет от многих болезней. Она пришла к нему и не просила. А читаем в Библии, она кричала, она вопила. Иисус, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дождь моя жестоко беснуется. Ученики вступились, чтобы Христос отпустил ее, а Спаситель сделал вид, как будто ее не замечает. Представляете, пришла женщина, кричит, вопит, взывает, а Христос отвернулся и продолжает говорить своим ученикам. Даже ученики возмутились, Господи, да отпусти ты ее, она же пристает к нам. Христос призывал к любви, к вниманию, да то, что мы должны быть милосердными, а тут Христос отворачивается от этой женщины. Даже для учеников непонятно было действие Христа. Он же сказал, я только послан к погибшим овцам дома Израилева. Но целеустремленная хананьянка продолжала вопить, Господи, помоги мне. Он же сказал, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Она сказала, Господи, ну и псы едят кровь, и которые поедают со стола Господь их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Когда мы обращаемся к нашему Господу, и нас сильно придавило. Несколько домов нужно было брату отдать. Ошибся, набрал кредит, не рассчитал. Хорошая была работа, пять лет работала, потеряла, сейчас оказался без работы. Господи, помоги, взывает. А Христос как будто отвернулся. Как будто не слышит. Господи, я же твое дитя, я твой сын, я твоя дочь. Но почему ты не решаешь эту проблему? Мне так трудно, мне так больно, помоги. На основании этого священного писания хочу заключить, когда мы обращаемся к Богу, и Бог не сразу отвечает, как было с хананьянкой. Он ждет, чтобы наша вера, подобно как зерну гащичному, она возрастала. Она становилась больше и больше. Когда она выросла до определенных размеров, когда Христос говорит, что большая вера, говорит, да будет тебе, по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час, то есть в ту секунду, дочь стала абсолютно здоровой. Когда мы обращаемся к Богу, и наша вера возрастает до того предела, который хочет видеть нас Господь, Господь отвечает моментально на нашу проблему. Фактом веры, язычнице была исцеленная дочь. Для веры необходима неотступность. Мы имеем проблемы и будем настойчиво взывать к Богу, и Господь будет отвечать. Георг Мюллер молился обо двух людях в течение всей своей жизни. Или 50 лет, я читал про его историю. И когда однажды подошли к нему уже в преклонном возрасте, говорят, Мюллер, почему ты молишься 50 лет, и Бог не отвечает на твою молитву, он ответил, он сказал, если бы Господь не хотел спасти этих людей, разве Он бы позволил мне так долго молиться о них? И незадолго до его смерти обращается один человек, другой после его кончины сразу же приходит к Богу. Через молитву Бог и сегодня творит чудеса. По вере безнадежно больные получают исцеление, отчаявшие грешники спасения. Вера это мощный двигатель жизни, без которого невозможно жить. Без веры мы не можем подниматься и возрастать в Господе. Мы отметили веру на призыв Господа. Вера это абсолютное доверие Богу. Вера и дела, великая вера и молитва веры. Да поможет нам Господь, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова